Долго стучась в ворота металлургического завода, жителям города Шопоко все же удалось попасть на территорию предприятия, которое вот уже на протяжении 10 лет доставляет им большие неудобства. Невооруженным глазом здесь можно заметить беспорядок. Тут же идет складирование отходов производства, но главная проблема это загрязнение окружающей среды. Загрязняет воду, атмосферу. И что плохо, что у нас последние годы в огородах у нас почти овощи, фрукты плохо растут очень. И наши вот вокруг живут многие болеют плохими болезнями. И вред такой у нас атмосферу очень загрязняет, санитарную норму они не соблюдают. Как отмечают жители с приездом съемочной группы, на заводе была приостановлена работа основной печи, откуда постоянно исходит дым, который распространяется на всю близлежащую окрестность. Мы внутри завода, вот там горит небольшой огонь. Основная печь сейчас не работает. Ее специально отключили. Образующийся здесь дым выходит не из трубы, а прямо из крыши. Через трубы выходит только 50% дыма. Наверное поэтому, когда с проверкой приходила госэкотехинспекция, здесь все было в норме, но на деле это не так. На этом предприятии в основном трудятся граждане Пакистана, однако в их числе есть и местные жители. Как отмечает бывший сотрудник, условия труда здесь оставляют желать лучшего. Техника безопасности и вовсе не соблюдается. Из-за халатности работодателей не раз были случаи, когда работники получали тяжелые травмы. Из-за этого количество работников из числа местных жителей резко сократилось. В этой связи сегодня нельзя сказать, что завод создает рабочие места. Я здесь работал какое-то время, но из-за несоблюдения установленных санитарных и экологических норм у меня появились серьезные проблемы со здоровьем. У меня постоянно кружилась голова и была рвота. После чего я уволился, но как выяснилось, из-за беспредела, которое здесь творится, тут даже не только работать, но и жить рядом с заводом невозможно. Изначально, как нам объяснили, здесь должен был быть цех по изготовлению макаронных изделий. Но позже заинтересованные лица открыли здесь металлургический комбинат. И вот после этого местным жителям нет покоя. Утилизация отходов также не соответствует экологическим нормам. Часть из них сжигают, часть закапывают. По словам местных жителей, большая часть территории завода была раскопана, куда закапывали отходы, после чего вредные вещества попадали в воду, которую жители употребляли для питья. Также здесь вырыта яма, куда скидывают продукты горения, но после ветер разносит копоть по всему городу. Нам нет никакой пользы от этого предприятия. Из-за выброса вредных веществ у нас уже ничего не растет. А если даже получается что-то вырастить, то фрукты и овощи экологически нечистые. Из-за всего этого у местных жителей возникают большие проблемы со здоровьем. Вот среди нас есть и те, кто страдает онкологическими заболеваниями. В числе таких жителей Дженара Батрыбекова, которые диагностировали онкологическое заболевание, виной тому испорченной экологии признается женщина. Вот только 7 сентября меня выписали из больницы. Теперь я вынуждена бороться с тяжелой болезнью из-за загрязненной экологии. А у нас ее разрушает вот это предприятие, у которого есть ряд нарушений. Куда мы только не обращались. Все безрезультатно. Летом мы не можем нормально открыть окна и проветрить помещение, потому что все в дыму и копоте. Позже к встрече присоединился и мэр города Шопоков Адолбек Бекполотов. По его словам, вопрос деятельности этого завода стоит с 2013 года. С жалобой соответствующей инстанции обращались и представители местной власти. Мы, местные самоуправления, неоднократно обращались в соответствующие инстанции. Проводились проверки. Очень много проверок было. Даются предписания. Некоторые из них исполняются, некоторые не исполняются, к сожалению. Но на сегодняшний день проводится проверка районной прокуратуры с привлечением специалистов. Мы сейчас ждем результатов этой проверки. Посетил завод и представитель службы экологического и технического надзора. Он осмотрел территорию завода. Ознакомился с деятельностью с предприятия и с условиями труда. Как объяснил представитель службы экологического и технического надзора, он прибыл сюда только посмотреть завод. В последующем здесь будет проведена соответствующая проверка. Жители, в свою очередь, потребовали сказать точную дату. Я впервые прибыл сюда. Сейчас меня отправили просто ознакомиться с деятельностью этого предприятия. Для полноценной проверки из Министерства экономики нам должны дать предписание, после чего будет проведена внеплановая проверка. Я ознакомился с деятельностью завода. Здесь полнейший беспорядок. Этого так оставлять нельзя. Вся территория завода в мусоре. Вот мне рассказали, что отходы здесь закопали. Представители соответствующих органов все это будут проверять. Жители сегодня требуют либо закрыть предприятие, либо вывести его за территорию города. Кундузка, Датайверский, Деку Кульбеков, Фалату, 24.